Нужно ли лечить аллергию у грудничка? Иногда у грудничков в результате изменения рациона питания появляются различные аллергические реакции. В случае проявления симптоматики аллергии родители обязательно должны обратить свое внимание на недуг, начать лечение. Если запустить заболевание, то могут возникнуть осложнения. При тяжелых обстоятельствах аллергия перерастает в атопический дерматит, астму, отек венки. Чем лечить аллергию у новорожденного? По типу можно выделить три вида аллергии. Контактная, чаще всего проявляется покраснением некоторых участков тела, сыпью, зудом. Трещинками на коже из-за сухости, пищевая, характеризуется диареей, коликами в животе, высыпанием, как при крапивнице. Зудом во рту, горле бытовая, по симптомам похоже на простуду, насморк, кашель, чихание, слезоточивость, жжение в глазах. Поэтому прежде, чем начать процесс лечения, надо установить, что именно вызвало болезнь. Если родители не в силах сами определить источник заболевания, то придется обращаться к врачу-специалисту. Доктор выпишет направление на анализы, где определится раздражитель. Именно этот раздражитель и исключите из ежедневного рациона малыша. Чем лечить аллергии у грудничка на лице и щечках? Если на коже лица, щечках младенца появились аллергические высыпания, то в первую очередь надо убрать аллерген. Раздражения могут вызвать лекарственные препараты, еда, ткани, порошок, присыпки, крема. Вспомните, что вы начали в недавнем времени применять новое, уберите его из списка используемого. Кроме того, пусть доктор назначит антигистаминный препарат, димедрол, супрастин, мазь, фторокорд, эколом, адвантон. Кормящая мамочка при аллергических реакциях должна соблюдать диету. Не употребляйте продукты, которые могут вызвать аллергию. Сыпь пройдет уже на третий день, если исключить раздражителей пить, назначенные аллерголовом, лекарства. Чем лечить пищевую аллергию у грудничка? Причинами возникновения недуга является изменение в рационе кормящей мамочки или системе питания самой крошки. К тому же учтите, тот весомый факт, если в семье присутствуют аллергики, то ребенок в 33% может тоже иметь аллергенные реакции. Чтобы у малыша не было такого рода патологий, маме надо заранее, еще до родов воздержаться от чрезмерного потребления высокоаллергенной продукции. К таковым относятся, фрукты ярких цветов, оранжевого, желтого, красного цвета, яйца куриные, жирное коровье, молоко черный, кофе, натуральный шоколад, какао-порошок, мед, орехи, любые, грибы, морепродукты для лечения пищевого типа аллергии почти. Всегда применяют антигистаминные средства, адсорбенты, разнообразные кремы, успокоительные мази от зуда, препараты с лактобактериями. Еще надо исключить из еды кормящей мамочки всевозможные продукты, которые вызывают недуг. Исключить рыбу жирных сортов, всякую икру, яйца, морскую продукцию, грибы, натуральный шоколад, мед, любые орехи, какао, черный. Кофе, вишни, черешни, клубнику, цитрусовые, ананасы, авокадо, сладкий виноград, редьку и редис, маринады и квашеную капусту. Все магазины, консервы, солености, острую пищу, пряности, трав, чеснок, лук, майонезы, разные соусы, кетчупы, горькую аджику. Чипсы, пиццы, ткемали, ветчину, мягкие сыры, ветчину копчености, сардельки, сосиски, уличный квас, любой пиво ограничьте. Молоко, сметану печености из высших сортов белой, пшеничной муки манку, сахар, соль, сладости если малыш на искусственном вскармливании, то возможно аллергеном является белки молока. В таком случае требуется замена смеси на гипоаллергенную. Диета по нормам может длиться от месяца до трех, после чего можно поэтапно вводить новые продукты. Аллергия на смесь у грудничка лечения. Как ни жаль, но сейчас о возникновении пищевой аллергии у младенцев на смесь, все чаще и чаще говорят медики. Признаками этого заболевания являются, метеоризм, колики, срыгивание, диарея, запор, высыпание самостоятельно. Узнать, что у вашего чада именно эта смесь вызывает аллергию, не получится. Вам обязательно понадобится помощь специалистов. Когда вы установите, что аллерген – какой-то компонент смеси, то надо будет переводить ребенка на другую. Делается это постепенно. Вначале надо уменьшить потребление аллергенной смеси и начать вводить питание новую. Потом потихоньку меняйте пропорции и переходите в течение 3-5 дней на новую смесь. Это делается для того, чтобы у крошки не появилось расстройств ЖКТ. Какую выбрать смесь, подскажет педиатр. Их существует множество. Смеси соевого белка – не такая питательная, как с молоком. Не подходят грудничкам, у которых поливалентный вид аллергии смеси с белковыми гидролизатами имеет горький привкус. Производят их из белка, который обработан по технологии и способны снижать риски возникновения аллергии. Несколактозные смеси Производят для малышей с непереносимостью всякого рода лактозы. Белка смеси с козьим молоком подходят к рухам, которые Не переносят коровьи макробиотические смеси из рисового молока. Они гипоаллергенны, но в такой смеси не хватает ряда компонентов для полноценного питания. Поэтому надо вводить еще дополнительные элементы средства от аллергии у новорожденных. Помимо исключения списка питания малютки аллергенов, еще, как говорилось выше, надо употреблять и лекарственные препараты. Однако таблетки давать детям до года не рекомендуют. В основном используют жидкие аптекарские средства. С одного месяца уже разрешается пить капли. Фенистил оказывают на ребенка антигистаминные, успокоительное действие, еще. После их принятия малыша может клонить сон, не вызывает привыкания супрастин. Препарат в инъекциях применяют в тяжелых. В случаях имеет эффект привыкания, нельзя использовать более 10 суток, начиная с 6-месячного возраста. Список препаратов, разрешенных к применению, намного больше. Хотелось выделить сатиризин. Лекарство имеет выраженное противовоспалительное действие, зато нет эффекта отмены, не вызывает сонливость у деток. Чем мазать аллергию у новорожденных? Некоторые родители утверждают, что не обязательно мазать малышей до года при возникновении раздраженной кожи. Диатез и так пройдет, достаточно убрать продукты раздражители и пить антигистаминные. Но это утверждение неверно. Ведь сыпь, очишется, зудит, отрицательно сказывается на настроении ребенка. Поэтому надо применять мази. Составы бывают двух видов, негормональные, гормональные. Первая категория смесей безопасней, однако, результаты действия ее проявляются значительно позже, чем у второй. Гормональные мази могут спровоцировать сбои в работе органов. Мазь от аллергии у новорожденных. Для деток до одного годика разрешаются к применению следующие составы от аллергии. Негормональные мази финистил. Можно Мазать крошек с одномесячного возраста два раза в день или дел, противовоспалительная, противоаллергическая мазь, используется. При атопическом раздражении кожи бипонтен, используется для новорожденных. Смазывайте пораженные участки кожи младенца. Два раза в день гормональные мази и колонн, используют при крапивнице, потнице, аллергии, быстро устраняя проявления. Сыпьи на кожу адвантен применяют с 4-х месячного возраста, эффективно борются со всеми последствиями аллергии, отечностью, зудом, покраснением, бипонтен при аллергии у новорожденных. Бипонтен должен быть в аптечке у мамочек детей до года. Помимо аллергии этим препаратом можно вылечить опрелости, раздражение, шелушение, ожоги, ранки и другие кожные воспаления. Бипонтен протестирован дерматологами, в его составе нет никаких вредных компонентов. Врачи-специалисты считают лекарство совершенно безвредным. Но у некоторых детей существует индивидуальная непереносимость к составным элементам бипонтена. Крем от аллергии у новорожденных Выбирать крем для вашего чада надо основательно. Иначе можно усугубить недуг, навредить здоровью малютки. Ведь те же кремы от аллергической сыпи могут вызвать еще большее раздражение. Поэтому не экспериментируйте с подбором лекарства. Среди известных паноций можно выделить вундихил крем, или дел крем применяется с трехмесячного возраста – десятин. Как лечить аллергию у грудничка народными средствами? Малышам до одного года разрешается только обтирание лечебными отварами трав. Причем, начинать следует с маленькой концентрации отвара. Это позволит избежать аллергии на ту или иную траву. В качестве растений для снадобья используют череду – шести месяцев. Лавровый лист, зверобой, мяту, кору, дуба. Лаврушка от аллергии у новорожденных. Для лечебного чая вам понадобится три лавровых листка. Их надо залить чашкой кипятка, поставить на маленький огонь. Когда вода испарится наполовину, снимите с печки. Долейте кипяток, чтобы чашка стала вновь полной. Когда остынет, протирайте кожу три раза в сутки. Череда от аллергии у новорожденных. Применять череду для совсем маленьких грудничков не рекомендуется. По советам фитотерапевтов делать примочки с отвара череды надо с полугодичного возраста. Для этого в чашке горячего кипятка заварите столовую ложку травы. Выполняйте процедуру раз в день. Аллергия у грудничка. Как лечить? Комаровский. Главной причиной возникновения пищевого раздражения у новорожденных, по утверждению Комаровского, является переедание, переизбыток того или иного компонента в составе продукта. Как следствие, ребенок съедает больше, чем успевает переварить его ЖКТ. Пища перерабатывается ферментами, но их вырабатывается в недостаточном количестве, поэтому не вся пища расщепляется и начинает гнить. Все выработанные вредные элементы в результате гниения всасываются в кровь. Часть из них очищается фильтром печенью. А часть не успевает обработаться, ведь печень крошки еще не справляется полностью с таким количеством ядов в силу своей неразвитости. В свою очередь, оставшиеся вредности выходят из организма с потом. Вот этот-то процесс и вызывает отрицательное воздействие на кожу малютки. Проявляются высыпания, зуд и другие признаки аллергии. Главным условием выздоровления малыша является диета. Необходимо уменьшить количество потребляемой еды. Если же ребенок грудничок, то мама должна уменьшить жирность своего молока и тоже соблюдать диету, как проходит аллергия у новорожденных. Недуг у каждого малыша протекает по-разному. У некоторых детей по прошествии 2-5 дней, а у некоторых и за месяц не проходит. Все дело в том, в какой стадии начали лечить крошку и верно ли проводилось лечение. Поэтому профилактика заболевания лучше, чем само даже эффективное лечение. Старайтесь все новые продукты питания вводить малышу поочередно, чтобы видеть реакцию организма на них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!